Бокер Тов, дорогие друзья! Шавуа Тов! Хорошая неделя! Мы начинаем новую книгу Торы, третью книгу Торы, она называется Ваикра. И глава также называется Ваикра. В этой главе, как мы знаем из книги Сефар Гахинух, содержится 11 повелений, 11 повелевающих заповедей и 5 запрещающих заповедей. Повелевающие заповеди это те, которые означают делай, а запрещающие это заповеди, которые говорят не делай. Первая заповедь, которую разбирает глава Ваикра, это о жертве всесожжения. Жертве всесожжения относятся к заповедям делай. То есть, если человек нарушил повеление, то он должен принести во всесожжение животное. Написано, если всесожжение его бык, то есть, молодого скота берем, молодой бык приносится на жертвенник, и Коин должен все работы выполнять. Но зарезать не обязательно может Коин. Может зарезать хозяин животного, может зарезать любой человек, который является шойхой, умеет это все делать, резать животное. А вот все остальные действия Коин принимает Коин, и он ее обрызгивает, и жертвенник. Все работы остальные выполняет Коин. Что касается галактических вопросов, как это выполняется, то есть, режется на части определенные, если меньше на четыре части режется животное, и части сами не режутся. Они остаются целыми, те части, на которые разрезана животное. Достается Коин, который приносит жертву. Если это животное общественная жертва, то если это баран, то шесть человек несут на жертвенник части этого барана. Если это бык, то двадцать четыре человека несут эти части на жертвенник. Если это жертва частного лица, не от общества всего, то тогда меньше людей внесут эту жертву. Такие законы связаны с этой жертвой. Эта жертва сжигается полностью. Нечистоты выбрасываются, все это вычищается, жировая часть сжигается, сжигается все. Только шкура остается Коину, которая ее приносит. Вот так вот. Это называется жертва всесожжения. То есть в повелевающей заповеди человек нарушил заповедь повелевающую и выполнив все, что говорит Тора, ему сразу прощается. Если человек нарушает запретительную заповедь, он тоже приносит все, что скажет Тора нам дальше, и наказание откладывается от Йом-Кипура. И уже в Йом-Кипур прощается. Человек все выполняет, как Тора говорит. Вот. Что такое? Зачем нам эти жертвоприношения? Всевышний говорит, мне не нужны. Говорит, но вам нужно. Для служения. Потому что когда человек согрешит, он увидит своими глазами, как режется животное, как его разделят на части. Вот такое наказание следовало за грехи нам. Поэтому человек, когда видит, что происходит, как это все происходит в его глазах, он больше не будет грешить. Такая цель жертвоприношений. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владимира бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Лев бен Шмуэль, Хая Малка бот Йосим, Мира бот Аврагам, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Борис бен Мария, Светлана бот Клара, Анна бот Ривка, Полина Перв бот Соня Сура, Женя бот Ида, Лена бот Клара, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бот Ита, Ицхак Шимон бен Бейла Мотел, Фира бот Ана, за хорошую душу Харона Рей бен Двойра, Денис бен Нахум, и пусть будет мир во всем мире. Субтитры создавал DimaTorzok